Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Евгений. Сегодня мы продолжим тему изучения симуляторов фрезерного станка с ЧПУ. Недавно вышло обновление данного симулятора, и я предлагаю перейти непосредственно в этот симулятор и посмотреть на все эти новшества, которые там введены. Порядка 30 обновлений было введено, но для обычных пользователей я покажу такие вот самые необходимые, которые коснулись непосредственно удобства работы в этом симуляторе. Ну а если вас заинтересовали остальные эти пункты, которые были обновлены, я после выложу список этих пунктов под этим видео, и мы сможем его обсудить. Итак, давайте запускаем симулятор и будем смотреть, что получается. Ну вот, поменялся заставка самой программы, и первое, что мы с вами можем видеть, давайте я сразу отключу звук, чтобы не мешало. Поменялся сам станок. Теперь он не ХАС, а ФС-110МФ3 от производителя станкостроительного комплекса, который находится в Твери. Также представлена стойка станка МАШ-комплекса, разработанная именно этим производителем станка. Давайте сразу первое новшество, которое было введено, в принципе, немножко раньше, но оно есть, это выбор станочного приспособления. И если вот мы переходим с вами в тиски, то можно, я отключу систему координат, можно выдвигать, либо задвигать заготовку по высоте, по Z. То есть вы можете ее поднять, допустим, давайте так посмотрим. Можно представить, что здесь снизу стоят параллельки, либо у тисков есть лыски, в которых зажата данная деталь, и вот вы можете эти лыски регулировать выше-ниже. На данный момент пока, наверное, тяжело сказать, насколько каждый клик опускает, либо поднимает деталь, но, в принципе, для симуляции этого вполне хватает. Следующее новшество, которое введено, есть вот такой дебаг. То есть, если мы сейчас с вами откроем программу, откроем программу, которая будет подлиннее, и нажмем сюда, дебаг, то мы увидим ее симуляцию. То есть вот эта функция читает программу, отрисовывает ее, и если видит где-то какую-то ошибку, то он об этом нам сообщит. Также здесь сразу вырисовываются размеры заготовки нашей, и вот отображается время работы. Хочу сразу забегая вперед сказать, что если у вас не будет включена вот эта вот опция, отображение траектории, то код будет читаться, но ничего не будет происходить. Поэтому будьте внимательны, что вот этот момент он должен быть включен. Также можно смотреть нескольких ракурсов на это все, что тоже очень удобно. это такое. что еще хочу сказать, допустим, давайте уже перейдем непосредственно в симуляцию. Да, пускай симулирует. И вот здесь вот, вот это вот меню, можно нажать на крестик, оно пропадает. Если раньше его было тяжело как-то вернуть, надо было заходить, тормозить программу, выходить ее, чтобы оно открывалось, то сейчас вот оно находится здесь. То есть вот это при отладке вы его можете скрыть. Если видеть какую-то ошибку, опять развернуть, и тем самым отображение проходит наиболее простое. Также есть скорость симуляции. Кстати, после обновления скорость симуляции я считаю, что она увеличивалась, траектории стали более плавными, и вот этот NG-код, в принципе, его можно подгружать длиннее. Ну, по крайней мере, я так заметил. Также есть калькулятор режимов обработки. Он также был до этого, но, в принципе, обратите на него внимание тоже, чтобы считать режим резания. Вот это я хотел показать. Ну да, давайте, если еще раз вернуться, то, если здесь посмотреть, то здесь загорается окно симуляции. Если мы на паузу ставим, то оно черное. Ну, такое вот маленькое замечание. Вот это наиболее, наверное, такие вот аспекты, которые я заметил при обновлении данного симулятора, которые очень позитивно сказались. Единственное, хочу еще добавить такой момент, что после установки вылезло вот такое вот окно. Почему-то не запускалась версия именно 64-ая. 32-ая запускалась прекрасно, но разрядность Windows у меня 64-ая. Если вы получите вот такое окно, не спешите что-то удалять, переустанавливать, зайдите на сайт Microsoft и обновлите DirectX. После обновления все работает шикарно. Также вот на этом сайте можете прокрутить вниз и ознакомиться тоже, какие вот есть скриншоты и почитать, точнее, узнать, какая требуется для этого компьютера для данной версии и можете почитать некоторые аспекты тоже. Например, краткое руководство пользователя. На сегодня, наверное, все. Вот это такие три, наверное, пункта, которые очень меня порадовали в данном симуляторе. Вот. И желаю всем установить этот симулятор и начать днем работать. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.